Девушки отдыхают 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 Это такая особенность. Эксгибиционизм. Знаешь, Игорь, здесь, кстати, о половых извращениях в этом зале можно говорить. Нет, ты не страдаешь. Но коллекционер, который... Я уж не говорю о художнике. Когда-то Шварцман говорил, что выставка — это трагедия. Я думал, что он вкладывает в эти слова. Да потому что это самообнажение, это эксгибиционизм. И я, как человек, делавший выставки своей коллекции, знаю, как это на самом деле волнительно, напряженно. И, может быть, даже, знаете, есть два типа коллекционеров. Есть такие, как бы, светские коллекционирования, которые показывают широко, там у них все висит и так далее. И есть такие религиозные собиратели, там, филателлисты, которые держат... Понимаете, это в альбомах, это доступно лишь посвященным, потому что показать всегда страшно. Что ты набрал, что об этом скажешь. Но у коллекционеров есть еще особая штука, знаете, там, фальшак, не фальшак, что начнут говорить и так далее. Короче говоря, я считаю, первое, что это очень смелый шаг. Хотя нам кажется, что дело обычное. И Игорь Дудинский сказал, что должны быть вообще отчетные выставки. Но думаю, что выставка, она должна созреть, и это большую, надо иметь решимость, чтобы это сделать. Теперь второе, что я бы хотел сказать. Вот особенность, особенность, как мне кажется, этих коллекций. Все-таки очень много художников, которые здесь представлены, они живы, так? И это очень важно. Вот сзади меня висит, позади меня висит моя любимая, там, Наташа Нестерова, так? Ну, здесь есть некоторые, я бы сказал, даже патриархи, так? Эдик Курочкин, там, Наташа Конышева, но я не буду всех называть. И это очень важно, потому что эти художники все-таки собирают не антиклариат, а собирают живой творческий процесс. Ну и, наконец, последнее, что я хочу сказать. Конечно, я очень коротко, я не успел углубиться в детали, но меня поразило и как-то захватило, и это можно считать достоинством, а можно считать недостатком, но здесь большое разнообразие. Большое разнообразие художников, так сказать, разные концепции лежат в основе творчества многих из них. И эта полифония сама по себе, она лично, мне кажется, достоинствует и прекрасная выставка. Спасибо вам за ваши работы, и я вас поздравляю с этим замечательным открытием в галерею Атрихов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok